Прямая линия с Дарьей Высоцкой. Астролог и самый популярный русскоязычный практик фэн-шуй в Азии отвечает на ваши вопросы и делится своими уникальными знаниями. Всем доброго времени суток. Меня зовут Дарья Высоцкая. Я занимаюсь китайской метафизикой. Ба-цзы, четыре столпа судьбы, фэн-шуй, цэминь, нунзя. В сегодняшнем моем подкасте пойдет речь о очень интересной карте, о той девушке, которая меня, в принципе, всегда не оставляла равнодушной в плане своей судьбы, в плане своей деятельности активной. Она вызывала всегда симпатию некую. Но в особенности, когда я готовила свой детский семинар, семинар на детскую тему, я анализировала карты, соответственно, успешных мам, мам многодетных. И тем самым я опять-таки, как есть выражение, все дороги ведут в Рим, я вышла на карту Натальи. Итак, сегодня у нас речь пойдет о карте Водяновой Натальи Михайловны, российской супермодели, актрисы и филантропа. Вообще, наверняка многие из вас слышали про эту историю Золушки. Наталья родилась 28 февраля 1982 года в городе Горьком, а ныне это Нижний Новгород, в семье Ларисы Викторовны Громовой и Михаила Водянова. У нее есть две младшие сестренки. Это Оксана, инвалид с детства, которая родилась с тяжелой формы аутизма и ДЦП, и Кристина. С 16 лет Наталья была зачислена в модельное агентство Евгении Чкаловой, Евгении, Нижний Новгород, где ей порекомендовали выучить английский язык. На одном из просмотров Наталью заметил скаут агентства ИВИВА Модел Менеджмент и сразу предложил ей работу в Париже. По прошествии нескольких месяцев девушка отправилась в столицу Франции. Жизнь до модельной карьеры у Натальи была достаточно сложная, финансово приходилось не очень легко, семья была не очень обеспечена. И на самом деле эту историю, ее так и называют русская золушка, очень часто можно в СМИ видеть подобного рода статьи. То есть, на самом деле, судьба Натальи в некотором роде похожа на такую сказку. То есть, бедная золушка, которая жила в российском городе, жила не очень легко, финансово было очень сложно. Младшая сестренка, которая болела, еще одна младшая сестра, мама, насколько я помню, воспитывала их одна. И Наташе приходилось всячески помогать. И в том числе существует информация, также в средствах массовой информации, в источниках интернета, в том, что Наталья даже помогала, торговала на рынке, таскала ящики, и ей приходилось очень тяжело. То есть, человек старался, работал, старался всячески выживать, и приходилось по-разному. То есть, судьба была нелегкой. Но все поменялось в 16 лет, когда она попала в модельный бизнес и поймала, скажем так, золотую птицу, и у нее все поменялось в лучшую сторону. То есть, это действительно сказка о некой золушке. То есть, карьера пошла в горы, и она стала достаточно знаменитой моделью мирового уровня, супермоделью. Она работала на подиуме и для Гуччи, и для Шанель, и Александра Маквин, Кристиан Зиор, Кельвин Кляйн и так далее. Все знаменитые, многие-многие дома моды с ней сотрудничали. Она появлялась на многочисленных обложках самых известных журналов моды, включая и ВОК, и Эль являлась лицом косметической марки Лореаль Париж и различных таких очень серьезных рекламных компаний, таких брендов, как Луи Виттон, Марк Джакобс, Мисс Сиксти и так далее. То есть, в принципе, это такой серьезный представитель мира моды, мира манекенщиц российских на мировых подиумах начала 2000-х годов. То есть, это очень такой, очень серьезный человек, который многого достиг. Но изначально судьба была не очень благосклонна к ней. То есть, все поменялось по мановению лошадной палочки, так скажем. И меня, конечно, ее карта заинтересовала. Тем более, когда я увидела тот факт, что, когда мы открываем карту, Наталья, у нас карта действительно очень похожа на карту Золушки. То есть, фамилия у Натальи Водянова. У нее в открытых небесных стволах самой карты три воды. Действительно, карта говорящая, карта со словом «вода». Сопоставить можно. И родилась Наталья в день Янской воды. То есть, Водянова и вода – это вот сходится с картой. То есть, такие вот резонансные моменты есть, резонируют. Далее, почему человек настолько, как я вижу отзывы, да, они, в принципе, везде ее считают очень доброй, очень таким замечательным, благородным человеком. Почему, да? Вообще, Наталья родилась в год водной собаки, в месяц водного тигра и в день водной лошади. То есть, вот такие вот у нее земные ветви собраны в карте. И эти три земные ветви, три животных, да, в Бадзе – лошадь, сигарь и собака – они комбинируются вместе и составляют комбинацию трех гармоний. То есть, они сливаются. Вообще, земные ветви и животные – энергия. Она любит дружить и сливаться в любой карте. И слияние – это всегда очень благостно и очень хорошо. Поэтому, когда человек рождается и в его карте происходит вот такое вот слияние, да, существует треугольник трех гармоний, очень часто это указывает на очень гармоничную личность и, в принципе, это указывает на некую стабильность личности. Это очень хорошо, в принципе, для судьбы человека, для жизни. То есть, если вместо наказаний в карте, да, или каких-то столкновений, у человека, наоборот, такое благостное слияние. И посмотрите на жизнь и на судьбу этой женщины. То есть, действительно, эта комбинация трех гармоний очень гармонично сказалась на ее жизни. То есть у неё есть некая удача, она сама очень сбалансированный человек, и это на самом деле срабатывает. Также, если мы берём карту и рассматриваем её, то есть в принципе, даже когда мы выбираем дату рождения кесаревого сечения для деток, то дата трёхгармонии очень хорошая. В такие дни рекомендуется вступать в брак, рекомендуется рожать детей. И, конечно же, то, что Наталья пришла в этот мир именно в такой день, когда была комбинация трёхгармонии, это указательно на какую-то необычную судьбу. То есть, что этот человек что-то миру даст, и в целом он хороший. То есть комбинация трёхгармоний – это всегда очень замечательно. Также у неё в карте присутствует звезда академика, то есть Наталья достаточно отличаться, может, от других людей высоким уровнем интеллекта, и Кьюния, может быть, выше среднего. То есть это девочка умная, женщина умная. И от рождения это было также встроено в её карту. То есть это хорошая интеллектуальная способность, то есть это не глупый человек. Также это очень часто звезда, которая указывает на высшую когорту, высшее сословие общества, высший цвет нации. То есть такие люди, как правило, они относятся к более такой, знаете, по градации. То есть это, ну вот раньше были двори, если мы так будем объясняться, то это, по сути, всё равно люди, которые являются передовой частью общества. Очень часто учёных, у людей, которые многого добились в этой жизни, встречается в карте эта звезда. То есть это элита общества по-другому, можно так обначить. Также я бы хотела обратить ваше внимание на то, что если мы разбираем карту Натальи, я предполагаю, что, скорее всего, час рождения у неё по её событиям в жизни подходит час козы. Поскольку структура карты у неё очень похожа на карту трансформации ЦИ, это есть такая специальная структура в Бадзе, поскольку и судьба у неё очень необычная, очень нестандартная. И я думаю, что карта действительно карта-трансформер, поскольку у неё пять детей, у неё сейчас родился пятый ребёнок, трое детей у неё было в первом браке, и сейчас в втором браке у неё трое детей. Она, в принципе, активно самовыражалась. У неё элемент дерева, в таком случае должен быть благоприятен элемент дерева, если карта-трансформер, это действительно очень похоже на правду. То есть ей благоприятно рожать детей, чем больше детей, тем, в принципе, лучше. Это благоприятно сказывается на удаче человека. И в целом, если мы разбираем карту, то есть самовыражаться, быть очень активной, стремиться к каким-то активным действиям по судьбе и по жизни, это всё элемент самовыражения. То есть быть яркой, быть где-то на виду, это ей благоприятно, исходя именно из концепции её карты. И, как правило, карты-трансформеры, карты вот с такими необычными структурами, они встречаются у людей неординарных, у которых действительно жизнь как-то очень резко могла измениться. То есть они меняют свою судьбу, свою структуру, то есть карта меняется, карта преображается. Я предполагаю, что всё же это карта-трансформер. Вообще, если мы смотрим на её карту визуально, то образ такой очень интересный. У неё действительно карта похожа чем-то на карету и на вот Золушку. Вы знаете, у неё три янских воды в ряд стоят в карте. Внизу слияние идёт такая вот цепь, как лошади, будто бы это лошадь-тигры-собака, треугольник трёх гармоний. Это действительно очень напоминает, вот как картинку я вижу, как будто лошади, кучер и вот Золушка. Вот я действительно вижу какую-то вот карту Золушки, ни больше, ни меньше. То есть в этом что-то есть, безусловно. Также я бы хотела отметить тот факт, что, конечно же, когда человек рождается в семье не один, то не у всех, но если братья и сёстры для человека важны, то эти люди в карте присутствуют. Так вот, если мы открываем карту Натальи, то у неё в карте сразу проявлено братство. То есть у неё и её две сестры, они в карте присутствуют. Причём, что действительно соотносится с правдой, я вижу, что эти люди стоят впереди неё в карте. Две сестры, они для неё очень важны и значимы. То есть то, что она стремилась как-то помогать маме, да, то, что она стремилась отдавать всё себя, она очень помогает им и сейчас, и в том числе она различные фонды открывает и помогает больным детям, очень много делает для других людей, добра делает, несёт этому миру свет и добро. Это соотносится с её картой, поскольку для неё эти люди, они важны, они в карте присутствуют и она многое могла делать именно для своей семьи, стараться для своих сёстр. То есть это изначально в карту уже вложено. То есть на это идёт указание. То есть человек, который стремится помогать людям, стремится отдавать, дарить добро, действительно это в карте присутствует. Это в карте присутствует, причём изначально это могло быть направлено именно на своих близких, да, сёстр. И далее это уже приняло такой широкий размах. И вот в частности то, что она занимается так активной благотворительностью, конечно, тоже немаловажно. И я считаю, что вот в целом карта Натальи – это пример того, что человек пришёл в этот мир непростой. Карта красивая, карта красивая, карта интересная. Наталья Челкьянская воды, как я уже пояснила, но если более подробно мы берём, то люди Янской воды, как правило, это люди, которые стремятся переезжать очень часто. Люди воды очень активны. Если это женщины Янской воды, то часто женщины эти очень мудры. А негативные качества воды – это то, что такие люди стремятся быть лидерами всегда, да, они могут давить немножечко. Но в целом люди воды очень умные, очень быстро, очень активные, очень харизматичные. Они всегда стремятся к переменам, они всегда стремятся что-то нести хорошее и миро в том плане, что им всегда хочется общаться с людьми. Они очень толерантны по отношению ко всем людям, к окружающим, да, к людям различных национальностей. То есть у них вот нет каких-то там моментов с национальной рознью или с борьбой между другими людьми. То есть они, в принципе, очень доброжелательны, очень мудры, очень креативны. А вода вообще – это всегда мудрость, да, это ум. И вот у Натальи это может прослеживаться, поскольку и звезда Академика в карте присутствует, и у неё, в принципе, элемент воды, он проявлен. То есть у неё три Янских воды, это такой стремительный океан. И если я беру в плане образов также её карту, то скорее я вижу, знаете, ещё и такой большой-большой красивый океан, и на берегу этого океана костёр, либо на небе какая-то звезда, потому что у неё вот действительно такое море большое разлилось широко. Три Янских воды – это большая-большая вода, и наверху вот такая звезда. То есть действительно карта очень красивая, очень гармоничная, мне очень нравится. То есть в карте нет никаких столкновений изначально, в карте присутствует гармония, и вот эта вот Янская вода, три Янские воды в ряд стоят, плюс в небе огонь. То есть действительно карта очень интересная, плюс ко всему вот голубая-синяя вода, в открытых небесных стволах у Натальи голубые глаза как раз. У нас голубые глаза, такие очень чистые, красивые, искренние, светлые волосы, и даже вот эта голубая вода, она в некотором роде отражает то, что у человека даже такой яркий цвет глаз голубой. Вот такой небольшой подкаст про Наталью Водянову. Действительно карты Золушки, всё совпадает. И иногда, наверное, нам стоит учиться на таких картах, поскольку когда мы читаем биографию человека, мы видим, что он отличается какими-то хорошими делами, он в принципе необычен по-своему, он много делает для других людей. И, конечно, стоит проверять карты. И вот в этот раз, открыв карту Натальи, я поняла, что действительно даже в Бадзе у неё прослеживает то, что человек, хороший человек, пришёл в мир творить добро, и он его творит. Всем вам желаю добра, берегите себя, берегите своих близких, помогайте в возможности тем, кому можете помочь, поскольку всегда, если мы делаем какие-то хорошие дела, мы так или иначе не только даже ради того, чтобы улучшить свою карму, мы в принципе должны нести в этот мир больше добра, больше позитива, поскольку если каждый из нас хотя бы по чуть-чуть будет делать что-то хорошее, даже немножечко добра, то это уже много. Если каждый будет по чуть-чуть, представьте, сколько у нас людей, то это уже много. Как поётся в одной из песен Игоря Талькова, «Этот мир несовершенный состоит из всех из нас, он прямое отражение наших чувств, наших глаз, и как раз-таки этот мир не станет лучше, не станет он добрее, если сами мы добрее не станем». Вот как раз строчки, написанные Игорь Тальковым. Я считаю, что так и есть. Всем вам желаю всего-всего самого доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова